Этот музей военной техники на самом деле второй этаж областной больницы. О модели боевых самолетов, танков и кораблей – дело умелых рук врачей и пациентов. Фигурки солдат в их исполнении выглядят как живые. Чтобы достичь такого совершенства и точности, мастерам пришлось не один день провести за книгами и чертежами. Каждая модель, допустим, все надписи соответствуют действительности. Не может быть лишней надписи, если ее не было у живого прототипа. Это поднимается масса литературы, прежде чем делается. Мало того, когда делается модель, очень часто в заводской модели много чего не хватает, то, что было в реальной жизни. Поэтому настоящий моделист все это доделывает сам. У Тихона Тихоновича к моделям претензий нет. А его оценке можно доверять. Инженер-капитан второго ранга в военной технике разбирается. Великую отечественную служил на корабле во Владивостоке. В послевоенное время его навыкам нашлось место в медицине. Принял в эксплуатацию один из корпусов больницы и 35 лет следил за его состоянием. Накануне Дня Победы ветеран не скрывает эмоций. Это День Победы. Такое, что это как-то радость, понимаете. Передать это не можно. В те годы врачам областной больницы тоже приходилось сражаться за жизнь и здоровье солдат. Тех, кто стоял здесь на передовой военной медицины, сегодня осталось 33. Врачей и ветеранов коллеги считают героями и примером для подражания. Медицинский работник всегда является военнообязанным и в военное время обязательен к службе и защите своей Родины. Очень много медицинских работников в военное время сотворили тоже подвиг, который привел к этой общей победе. И поэтому медики всегда с очень трепетным сердцем встречают этот праздник, поздравляют ветеранов. Сегодня, как и все другие люди, переживаем смешанные чувства, чувства скорби за тех, кого с нами нет, и кто отдал свою жизнь за победу. И ликование, и праздник, и позитивных эмоций, и честное, и поздравляя этих людей, благодаря которым мы сегодня живы, благодаря которым была и свершилась эта победа. В память о тех, кто отдал свою жизнь за победу, в областной больнице планируют построить храм-памятник. Уверены, приходя к нему, еще не одно поколение будет вспоминать о подвиге военных медиков.